Привет всем любителям доисторических существ, с вами Александр и сегодня я вам расскажу о самой крупной хищной птице, когда-либо бродившей по земле. И речь сегодня пойдет о террор птице по имени Келенкин. Так что усаживайтесь поудобнее и не забудьте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, если вы увлекаетесь динозаврами и прочими загадочными существами. Поехали! Келенкин самая крупная птица, когда-либо ходившая по земле. Относится к роду вымерших гигантских нелетающих птиц, хищных птиц семейства фарараксовых, их называют террор птицами. Является единственным представителем своего рода, Келенкин гильермоий. Кстати принадлежит к отряду, кому вы могли подумать, к отряду журавлеобразные. Для начала скажу пару слов о семействе фарараксовых. Высота типичных представителей этого семейства составляла 1,3 метра. Один из крупнейших видов это Титанис валери. Однако самым большим представителем семейства является именно Келенкин. В настоящее время в семействе известны 5 подсемейств, 14 родов и 18 видов. Первое подсемейство это Брантарнитины. Гигантские виды высотой более 2 метров 350-400 килограмм. Это самые тяжелые птицы в мире. При меньших размерах имели более коренастую структуру, чем Келенкин. Давайте сразу оговоримся, что Келенкин это самая крупная птица по одной из версий. Здесь стоит вспомнить вас татозавра. То есть он был самым длинным, длиной до 20-18 метров, но при этом вес у него был довольно небольшой, 4,5 тонн. Примерно та же ситуация у нас и с Келенкиным. Он самый крупный по параметрам длины и высоты тела. Но по весу он точно таким не является. Второе подсемейство фарараксовых это подсемейство фарараксовые, либо форуроциды. Это гигантские виды, но несколько меньше и существенно подвижнее, чем брантарнитины. И нас интересует именно это семейство, как вы поняли. Давайте посмотрим, какие здесь у нас есть роды. Первый представитель это Девинченза пози. Второй это Келенкин гильермуа. Третий вид это сам фараракс. И четвертый вид это титанис. Третье подсемейство это патогарнитины. Среднего размера птицы, очень проворные, высотой до 1,5 метра. Четвертое подсемейство это псилоптерины, малого размера, очень проворной, высотой до метра. И последнее, пятое подсемейство, месембрантины. Среднего размера, где-то 90-1,5 метра роста. Келенкины жили примерно 15 миллионов лет назад на территории современной Патагонии, Аргентины. Имеют вытянутый череп 71 сантиметр в длину, включая клюв длиной 45,7. Это самая большая голова среди известных птиц. Одна из костей, цевка, кость ноги, которая расположена между стопой и голенью, была 45 сантиметров длиной. И весили келенкины примерно 230 килограммов. И скорее всего уступали по весу тому же бронторнису. Есть еще несколько птиц, которые превосходили келенкина по размеру. Это тот же эпиорнис до 500 килограмм. Или драморнис, тоже примерно 400 килограмм веса. Но об этом мы поговорим в следующей части, если вы поставите достаточно много лайков. И тогда я сниму отдельное видео про допустим топ 5-6 там самых крупных птиц, в том числе летающих. Так что не поленись и поставь лайк прямо сейчас. Одно и то же место обитания Аргентина вместе с келенкинами делили в свое время и аргентависы. Это самая крупная летающая птица на земле, которая вымерла примерно 6-8 миллионов лет назад. И ее размеры 5-6 метров. Размах крыльев аргентависа 5-6 метров, ребята. И весил он примерно 70 килограмм. Примерно таких же размеров и пелогорни. Кстати, эти обе птицы представлены в нашей любимой игре Арк. По поводу того, как охотился и добывал себе пищу келенкин, есть несколько версий, конечно же они теоретические, потому что никто эту птицу на самом деле не видел. Как большой нелетающий хищник, он мог свою добычу преследовать, догонять и убивать ее ударом своего гигантского клюва. Здесь стоит вспомнить, ну для меня, по крайней мере, знаменитую картину, когда келенкин, либо другая террор-птица преследует лошадь и убивает ее. В те времена лошади, ребята, были размером с собаку. По другой теории, он охотился, захватывая свою добычу за любую выступающую часть тела и энергично тряс головой и разрывал ее на части. Ну с таким-то клювом, представляете, ухватить за ушко, либо за хвостик, либо за ножку. Бедное-бедное животное. Тем не менее, в настоящее время считается, что сила укуса келенкина была недостаточно высока для удерживания относительно крупных животных и отрывания от них кусков мяса. Поэтому наиболее вероятным является именно нанесение ударов клювом. Мне эта теория тоже больше нравится, когда с трудом себе представляю, как довольно не тяжелая птица удерживает какое-то массивное животное и пытается с ним там что-то сделать, там как раптор вцепился в какого-то там бегемота-носорога и пытается его когтями порвать. Ну это, честно говоря, маловероятно, ведь все-таки скелет у птиц-то полегче и особой там прочностью не отличается. А вот как бы с разгону бабахнуть молотом в виде клюва вполне себе убийственная вещь. И не стоит исключать, конечно же, теорию, как истер-эксом, что Келенкин, возможно, был падальщиком, поедая остатки добычи от других хищников или отбивая ее у более мелких млекопитающих конкурентов. Размеры все-таки позволяли. Келенкина и его родственника Титаниса можно увидеть в фильме National Geographic «Доисторические хищники-птицы-ящеры». А также еще в описании закреплю ссылочку на интересную статью из LiveJournal. А на этом, ребятки, все. Не поленись, поставь лайк, чтобы я побыстрее сделал следующее видео. С вами был Александр, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok